Всем привет! Пока все тестируют русскую Siri, все кому не лень, мы распакуем очередную посылку из Китая с весьма интересным содержанием внутри. Итак, это новое видео на канале. Мы начинаем. Поехали! Да, друзья, на самом деле Siri научилась говорить на русском языке. Мы тоже упомянем сей факт, но пока знает не все ответы. Вроде как умеет шутить, вроде как понимает элементарные вещи, которые она должна была понимать уже 3 года назад, но, к сожалению, пришла только сейчас. Мы же раскрываем у нас канал про гаджеты. Наша аудитория не совсем любит продукцию компании Apple. Мы открываем посылки, в данном случае посылка, которая нам приехала почтой Голландии. Шла порядка 15 дней. Все это приехало в такой желтой коробочонке. Давайте откроем, посмотрим, что там внутри. Да, работники русская почта, как всегда, дает о себе знать. Работники почты на самом деле не хотят работать, когда в своем родном городе почтовое отправление покидает сортировочный центр, а на местном почтовом отделении, где вы должны уже как двое суток назад получить ту или иную посылку, на самом деле они не хотят разбирать, точнее им некогда разбирать почтовое отправление. И вам приходится самостоятельно их просить и каким-то образом доказывать то, что ты не дурак, или твое почтовое отправление уже давно пришло к тебе в отделение. Вы пока напишите в комментариях, как вы получаете посылки, если вы заказываете посылки из-за границы, каким образом, как это все быстро приходит к вам. Сейчас в период новогодних уже практически заканчиваются китайские новогодние праздники. И вообще в целом, как приходят вам посылки, как работает ваше почтовое отделение, давайте пообсуждаем это в комментариях. Очень будет интересно послушать ваше мнение. Итак, у нас внутри есть два замечательных, соответственно, смартфона. Смартфоны эти замечательные тем, что это одни из последних новинок от компании Xiaomi. И смартфоны эти Redmi, Xiaomi Redmi 2. Более усовершенственная модель с более усовершенственной характеристикой. Итак, здесь у нас, соответственно, есть два силиконовых чехольчика. Очень это все хорошо. Есть две пленочки на экран. Почему-то на всех китайских пленках изображены айфоны. Без разницы, пленка это на Samsung, пленка это на Xiaomi, пленка это на Lenovo. Почему-то производители пленок. Вот тут изображен Samsung Galaxy S4 и iPhone 5s. Без разницы, здесь на китайском, Ford, видать, Mi 2. Redmi 2. Все производители китайских пленок и вообще практически всех пленок, которые производятся на территории Китая, они все пытаются изобразить продукцию компании Apple. В принципе, я считаю, что Xiaomi делает гораздо лучше телефоны, чем смартфоны от компании Apple. Итак, абсолютно две одинаковых коробки. Как мы уже видим, они не в заводской пленке. На задней стороне мы видим о том, что это FDD LTE. То есть, чем первое отличие второй реинкарнации этой модели телефона в том, что поддержка, соответственно, двух сим-карт. И вроде как одна из этих сим-карт, но более подробно мы изучим в обзоре этой марки телефона, поддержка всех частот LTE, которые в том числе будут работать на территории Российской Федерации. Я думаю, что две коробочки смысла нет держать в кадре, чтобы у вас глаза, как говорится, не разбегались. Мы с вами рассмотрим сейчас один экземпляр. Что здесь мы еще можем узнать? Мы можем узнать, что здесь батарейка на 2200 мАч, то, что здесь 1 гигабайт оперативной памяти. В принципе, Android 4.4. Я думаю, что это видоизмененный, точнее, не думаю, а более чем уверен. Это прошивочка измененный Android от компании Xiaomi, прошивка MIUI. В данном случае, я думаю, что из коробки будет уже шестая ее версия. Будет ли поддерживать русский язык, не знаю. Здесь, конечно же, голограмма. Причем голограмма, она имеет такое шишавое покрытие, которое доказывает о том, что здесь можно стереть какую-то информацию и посмотреть, проверить. Все это дело мы проверим на сайте mi.com. Коробочка сама по себе в стиле компании. Плотный картон телесного, скажем так, обычного цвета. Никаким образом не разукрашен. И что мы видим? Мы видим устройство, которое, скорее всего, пленка уже снималась, потому что заводская пленка поднималась на, наверное, просмотр наличия дефектов на экране. На самом деле, меня не совсем впечатляет тот факт, пока смартфон положим в сторонку, что мне очень нравится, когда продавцы присылают устройства, которые еще, скажем так, детственно чистые. То есть, коробка, допустим, как к нам недавно приехали фирменные смарт-браслеты от Xiaomi, когда они в заводской упаковке, и коробка не вскрывалась никем. Тут же коробочка, соответственно, была вскрыта. Мы видим, что телефон уже в руки брался китайцам. Сюда клался переходничок на наши розетки. Очень хорошо, это вот такие качественные переходники. Здесь мы видим конвертик с документами. Какие же у нас документы здесь лежат? Это фирменный мануал от компании Xiaomi. Фирменный гарантийный талон. Я думаю, что гарантия действует на территории только Китая, потому что русского представительства пока еще вроде как на территории Российской Федерации нет. Но я думаю, что в 2015 году, как и обещали, в Бразилии и в России все это будет представлено уже официально на территории нашей с вами любимой страны. И в последующем, может быть, конечно же, мы только за это будем, если будет это представительство открыто на территории наших сопредельных государств, то есть государств СНГ. Здесь у нас фирменный кабель зарядного устройства синхронизации. Он довольно-таки плотный. Видно, что вроде как это все дело не скрывалось, и мы тоже не будем скрывать, потому что ничего уникального в этом кабеле нет. И здесь фирменный блочок питания. Я думаю, что он тоже не стоит своего внимания. Сейчас посмотрим. Ну, его можно посмотреть, потому что, скорее всего, это коробчонка, пакетик этот весь, обычный штекер с американскими вилками. Давайте посмотрим, какая же все-таки здесь информация. Да, максимальная, соответственно, мощность этого устройства зарядного – 1000 мА или 1 А. Соответственно, телефон ваш будет заряжать от 2 с лишним часов и больше, в зависимости от того, какая батарейка. Батарейка, напомню, 2200 мАч с таким разрешением экрана и с такой диагональю. Я думаю, что телефон будет работать как минимум один рабочий день, как максимум. Я думаю, что он вытянет и больше. Давайте все это отложим в стороночку и перейдем к самому телефону. Сам телефон у нас существует несколько цветов. Точнее, по моему мнению, точнее, на моей памяти всего лишь два. Это когда задняя крышечка у нас такого интересного цвета асфальт. Мокрый асфальт. Очень было модно, когда ВАЗ-2110 делала такой цвет машин. Это не чёрный, это не серый. Это такой тёмно-серый с небольшим отливом в сторону, наверное, больше чёрного цвета. Камера у нас заклеена фирменной плёночкой. Здесь у нас, соответственно, глазочек вспышки. Здесь у нас разъём под динамик. Здесь у нас микрофон. Здесь металлизированный. Крышка пластиковая. Сам телефон, соответственно, корпус имеет пластиковый. Здесь металлизированный. Значок компании. Здесь у нас металлизированный, соответственно, кнопки регулировки громкости плюс-минус. Здесь у нас очень удобно подхват руки. Кнопка вкл-выкл. На левой стороне грани у нас ничего нет. Сверху у нас в правом верхнем углу разъём 3,5 джек. Здесь у нас дополнительный микрофон. Точнее, основной микрофон, скорее всего. И разъём для питания и синхронизации с компьютером. В принципе, удобно расположен. Не посерединке. Смещен больше в правую сторону. Соответственно, если вы будете играть, и у вас гаджет будет заряжаться, вам будет удобно держать телефон в руке. Итак, здесь у нас наклеена заводская плёночка. Давайте телефон. Скорее всего, батарейка у нас. Давайте посмотрим, есть ли у нас разъёмы. Да, у нас есть техническое отверстие для того, чтобы снять заднюю крышечку. Посмотрим, что у нас внутри. И отклеим от батарейки. В нашем случае это какая-то бумажка. И посмотрим, что у нас здесь внутри. Очень с первого вида. Сразу, как открываешь заднюю крышку. Крышка пластиковая, довольно-таки тонкая. Я думаю, что она гнётся, но гнуть её не стоит. Здесь у нас всеми известная оранжевая батарейка. Давайте её снимем оранжевого цвета. Здесь у нас бумажка, закрывающая то, чтобы устройство не разъедилось и не взорвалось в процессе доставки до, соответственно, непосредственно покупателя. Здесь у нас два лотка под микросим-карту. Лоток под карту памяти. Здесь у нас фирменные лейбочки. То есть в верхнем левом углу фирменные лейбы и пломбы от компании Xiaomi. Всё это, в принципе, можно при желании разобрать. Но я не рекомендую это делать в домашних условиях. Если что-то случилось, лучше обратиться либо в сервисный центр, либо к продавцу, у которого вы это всё покупали. Итак, дорогие друзья, мы вставили обратно батарейку, надели обратно крышку корпуса, она же задняя крышечка. Очень удобная. То есть диагональ экрана, действительно, более подробно я об этом расскажу в обзоре, она действительно удобна для пользования одной рукой. Это одна из самых популярных моделей у компании. Она довольно-таки недорогая в своей себестоимости и, соответственно, очень её любят, в том числе, и русскоязычные пользователи. Здесь у нас снизу. Давайте по интерфейсам ещё немножко дополню. Про основную камеру на задней стороне смартфона я рассказал. Здесь же, конечно, присутствует передняя камера, датчики освещенности, приближения, я думаю, что акселерометр и решёточка под динамик. Всё это присутствует спереди. Снизу у нас есть три кнопочки. Это у нас с вами домой, назад, меню. Давайте включим телефон. Посмотрим, какой язык установлен. Я думаю, что, в принципе, в прошивочке уже должен быть зашит оригинальный русский язык. И всё должно быть, в принципе, переведено более-менее должным образом. Но, вроде как, я ещё слышал и сталкивался с такой ситуацией о том, что даже когда присутствует русский язык изначально из коробки, всё равно прошивка не совсем до конца локализована, и поэтому, в принципе, какие-то проблемы перепрошить её с помощью уже официально переведённой прошивки. А тут даже смысл в том, что тут даже телефон уже, походу, включался. Я думаю, что вам так будет более-менее удобно наблюдать, что происходит на экране. Давайте с вами сразу выкрутим. Странно. Мне это очень странно. Посмотрим максимальную яркость. Но ещё надо сделать скидку на том, что на телефоне установлена, пока ещё не снята, заводская плёнка. Давайте, мне всё-таки интересно. Здесь, по-моему, установлен дополнительный какой-то софт. Причём, я не знаю, софт этот установлен... Первый раз я сталкиваюсь с тем, что изначально из коробки, то есть я не проводил никаких манипуляций. Изначально такой причин, как будто этим смартфоном уже кто-то пользовался. Я не знаю, но, по крайней мере, как минимум доставалось всё это из коробки. Так, сейчас мы попробуем... Зайти... Найти настройки языка. В нашем случае... Так, всё-таки я вижу, что вам слишком слепит. Давайте попробуем вот таким вот образом. Да, русский язык, скорее всего, будет, потому что я уже, в принципе, да, русский язык будет. Но он довольно-таки корявый на этом телефоне. Действительно, всё это перевод. Меня смущает, друзья, одно. Меня смущает тот факт, что установлен непонятный софт. Первый раз я сталкиваюсь на том, что телефон из коробки, соответственно, я буду в любом случае, скорее всего, общаться с продавцом. Не знаю, дойдёт ли это до... Мы ещё посмотрим, что на втором телефоне. Дойдёт ли это до какого-то спора или для каких-то выяснений отношений. Но меня не устраивает тот момент. Скажите, друзья, есть ли среди наших подписчиков те, кто уже получал себе, приобретал такой марки телефон, соответственно, именно эту модель обновлённую. И я понимаю, что здесь даже не удосужились. Сейчас посмотрим. Нет, вроде как удосужились выйти из своего аккаунта. Установлен софт, который изначально в прошивку MIUI не заносится. Посмотрим. Не знаю. Меня этот факт смущает. Давайте попробуем, откроем камеру. Нет, спасибо. Камера у нас с вами закрыта. Давайте её попробуем отклеить. На это нам надо заблокировать смартфон и снять крышку. Снять крышку и, соответственно, снять пленочку с самой модуля камеры. Так, включаем обратно. В принципе, что мы видим? Мы видим, что фокус. Давайте вот таким вот образом. И автофокусы. Давайте вот сюда нацелим. Да, всё это есть. Скорострельность отличная. Вроде как телефон оригинальный. Просто меня действительно смутил тот факт. Давайте поставим пока на подставку. Первое, что меня смутило, это то, что он уже включен. Второе, что меня смутило, это то, что на нём установлены какой-то дополнительные какие-то программы, которые в принципе в стандартном наборе... Не знаю, вам видно, не видно. Давайте ещё поменьше сделаем. Да, я думаю, вот так вот. В стандартном наборе. Наверное, вот так вот вам получше. Я просто сейчас уже, если честно, боюсь снимать плёночку, потому что, может быть, этот смартфон придётся отправлять обратно. Не знаю. Давайте проверим громкость уведомлений. Работа динамика. Динамик громкий, работает честно. Звук чёткий. Низовых частот немножко... Низов немножко не хватает. Но, в принципе, отрабатывает вроде как неплохо. Если у нас вибрация... Да, вибрация у нас, соответственно, работает. Далее. Что ещё посмотреть? Яркость посмотрели. Про камеру немножко рассказали. Это, в принципе, распаковка. Самое главное впечатление от этой распаковки, что, в принципе, мы с вами распаковали сейчас на камеру устройство, которое, на наш взгляд, как минимум, включалось в Китае для проверки, не для проверки. Но, как максимум, этим телефоном уже, соответственно, кто-то пользовался. Потому что плёнка наклеена с грязью внутри под плёнкой. Это видно. Давайте более детально, потому что, может быть, это видео придётся в качестве доказательств. Видите, то есть, в этой части экрана, в этой части экрана, здесь. То есть, я телефон, плёночку уже не снимал. Здесь всё это зафиксировано. Вот здесь вот, то есть, внутри грязь. В принципе, это довольно-таки... Давайте ещё посмотрим, есть ли подсветка кнопок. Да, небольшая подсветка кнопочек есть красного цвета. Они мало того, что не нарисованы красным цветом, так и они ещё и подсвечиваются. Давайте ещё посмотрим информацию о телефоне. Простите, опять камеру включил. Да, русский язык, конечно, просто никакой. Что у нас есть? Android 4.4. Версия MIUI 6.2.4. 4 ядра по 1.2 ГГц каждый. 1 ГБ оперативной памяти. Внутренний 8, свободно, 5,48 целых. Дальше что у нас? Ну, тут версия ядра, больше, в принципе, ничего здесь нет. Не знаю, будем общаться с продавцом. Посмотрим сейчас, что у нас со вторым телефоном. Он должен быть немножко другого оттенка. Точнее, задняя крышка. Я продавца предупреждал, что если он отправит телефон, здесь, в принципе, ситуация, наверное, два одинаковых чёрных. Два одинаковых чёрных. Я просил один чёрный, другой, соответственно, белый. Здесь вроде как... Давайте включим этот телефон. Мне просто уже интересно. Задняя крышка, скорее всего, тоже... Точнее, батарейка. Ну, что, в принципе, продавец попал, как минимум, на разбирательство. Да, здесь всё тоже закрыто. Нет, самое ещё интересное, друзья, с виду телефоны новые. Новые, на самом деле новые. Меня смущает только один факт. Криво наклеена заводская плёнка для того, чтобы, наверное... Ну, по крайней мере, китайцы любят и практикуют тот момент, когда они снимают плёнку, проверяют экран на битые пиксели, царапины и тому подобное. Но всё бы хорошо. Пускай будут там точки и пылинки под заводской плёнкой транспортировочной. Но почему телефон включается уже с рабочим столом загруженным, а не первоначальная настройка MIUI идёт? И почему на него установлен дополнительный какой-то софт, который мне нафиг как пользователю не нужен? Я не знаю, вот такая вот длинная получилась распаковка. То же самое, друзья, смотрите, то же самое. Причём абсолютно одинаковые приложения. Это что-то такое, не знаю, ну весьма странное. Мне кажется, что... Ну и косяк, конечно, продавца. То есть две версии оба телефона чёрного цвета. Я просил один телефон белый, один телефон чёрный. Для того, чтобы смотреть и сравнить, и посмотреть, какой всё-таки из этих цветов, соответственно, лучше смотрится. Да, друзья, небольшое, конечно, у меня... Так, пока ещё мнение. Не то, чтобы... Я немножко... Немножко не... Недопонимаю ситуацию. Почему разные цвета телефонов задней крышки, хотя должны быть абсолютно разными. Вернее, одинаковые, а должны быть абсолютно разные. Почему установлен софт? Посмотрим. Почитаем сейчас информацию на ФОПДА, как приходят люди, что в распаковках. Так что спасибо, посмотрели столь длинную распаковку. У нас проходит, ещё раз напоминаю, у нас проходит розыгрыш на канале, совместно с двумя каналами. Довольно-таки достойные подарки в этом розыгрыше. Ссылка будет в описании. Проходите в группу ВКонтакте. Там более подробные условия. В принципе, несложные. Буквально займёт 30 секунд вашего времени, и вы сможете стать участником розыгрыша. Вам спасибо, что посмотрели. Пишите в комментариях, что вы думаете по всему этому поводу. Ставьте лайки, если понравилось это видео. Скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok